МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудий пятерка". АПЛОДИСМЕНТЫ Я, Лен Климович, приветствую вас на последней предфинальной игре нашей уникальной телевикторины для школьников, для самых умных, для самых сообразительных. Сегодня у нас две сборные звезды всех предыдущих игр. Предфинальных, отборочных, региональных и так далее. То есть мы собрали всех звездочек, которых смогли найти, которых смогли вспомнить, благодаря, конечно же, записям на сайте телерадиокомпании Гомель. tvrgomel.by Итак, слева от меня в синих шарфах красавцы и красавицы, умные, сообразительные, логичные и креативные. Команда Данила Галушка. Сам Данил Галушка по центру. Данил, улыбнитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Иван Лагута, 71-я гимназия. Даша Романовская, 1-й городской лицей. Мишка Новатчик, 56-я гимназия. И Катя Рыжевич, простая, 69-я школа. Им противостоит сегодня суперсборная суперкапитана, который в финале рвёт всех, Вера Дубинина. Вера Дубинина, 1-й городской лицей. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и её Абреки. Максим Короткевич, 71-я гимназия. Настя Будович, Ирининская гимназия. Даша Туханова, 56-я гимназия. И капитан звёздной команды 61-й школы Варвара Пологеенко. И так напоминаю, что победитель сегодняшней игры встретится в нашем красивом новогоднем финале с победителем первой предфинальной игры командой Лизой Петрушенко. Итак, ставки высоки, играем. Начнём мы, естественно, с блеф игры. Даниил, кто у вас самый быстрый, самый сообразительный и самый интуитивный? Ну, у нас это Ваня. Вера, кто у вас потрясающе жмёт кнопку и громко говорит правильные ответы? Максим. Максим. Итак, Иван против Максима, 71-я гимназия, рулит. Вперёд! Итак, да, нетка наша замечательная. Я могу говорить правду, могу бессовестно врать, но вам нужно поймать меня на вранье, либо правильно ответить на мою чистую правду. Итак, поехали. Верите ли вы, что о печальной судьбе Муму поведал нам Некрасов? Прошу вас, Иван. Нет, не верю. А кто может знать? Тургенев. Тургенев, это правильный ответ, плюс 5 очков. Продолжаем. Верите ли вы, что в восточном полушарии Земли суши больше? Прошу, Иван. Да, верю. Да, в Западном Тихий океан, большущий-пребольшущий, там суши, суши вообще одна Америка. Верите ли вы, что чукчи живут в чумах? И тут сумел Максим. Максим, веришь, нет? Да, верю. К сожалению, это всеобщее заблуждение. Чукчи живут в ярангах, а в чумах живут другие северные народы. Увы, не сумел Максим принести своей команде 5 очков. Играем. «Ночной дозор», «Даная», «Возвращение блудного сына». Все это картины Тициана. Прошу, Иван. Нет, не верю. А кто? Рембрандт. Рембрандт. Потрясающая эрудиция. 15-0. Максим, я верю в вас. Верите ли вы, что столетняя война на самом деле длилась аж 116 лет? Фальстарт, Максим, фальстарт. За этим очень строго следит наш электронный судья. И Иван сейчас вас накажет. Нет, не верю. А вот зря не верите. Все столетняя война на самом деле длилась ровно 116 лет, но с там маленькими днями и так далее, и так далее. Так что вот Максиму не досталось, но и соперник не выдержал. 15-0. Синие ведут. Вперед, дуэль игра! Итак, прослушайте темы дуэль игры. Ну, как вы знаете, в нашей Руде-пятерке нет никаких ограничений. Все времена, все страны, все герои, все предметы, школьные программы и даже чуть-чуть больше. Итак, пять боев. Первый бой, простые вопросы, знают все. То есть информация, которую не знать, ну просто невозможно. Просто стыдно не знать культурному человеку. Второй бой, просто физика. Ищите физика вы себя в команде. Третий бой, города и стран. Тут географы будут у вас в почете. Новое время. Историкам пора, пора скинуть мозгами. И пятый бой, кого хотите. Сказки и сказочники. У вас пять секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Поехали, вперед. Время истекло. Вот, да, команда Даниила быстрее это решила. И я ему именно задаю сакраментальный вопрос. Даниил, кто у вас знает все? У нас все знает Миша. Миша Коновальчик, отлично. А Вера? А у нас все знает Настя. Хорошо. Итак, Миша Коновальчик, 56-я гимназия против Настя Гудовича Риненская. Вперед! Знают все. Главное не победа, а участие. Один из девизов этого спортивного праздника. Михаил? Олимпиады. Это правильный ответ. Прекрасно, играем. Настя, я верю в вас. Том Сойер, герой литературы этой страны. Михаил? Америки. Нет такой страны Америка. Настя? Соединенные Штаты Америки. Это точный ответ. Браво. Настя принесла первую пятерочку своей команде. Браво. Под этим деревом сидел Исаак Ньютон накануне открытия закона всемирного тяготения. И Михаил снова выигрывает кнопку. Под яблоней. Да, яблоко, якобы, упало бы на голову, и так он догадался. Играем. В этом итальянском городе знаменитая падающая башня. Да. Пизе. Пизанская башня. Михаил, отлично. И заканчиваем. Так называется главный проспект нашей столицы. Проспект независимости. Блестящая. Отлично. Итак, 30-10. Хорошо, начали. Следующий бой. Итак, Даниил, я снова обращаюсь к вам. Просто физика. Есть у вас человек, который получает хотя бы так шестерки, семерки по физике? Даша у нас по физике отличница. Отличница, то есть получает пятерки. А, это я вспомнил свое. Детство, да, сейчас десятки говорят. Хорошо, Дашенька, готовьтесь. Вера у вас? Попробую я. Итак, первый лицей против первого лицея. Вперед! Итак, первый лицей против первого лицея. Даша Романовская против Веры Дубининой. Вы хоть не в одном-то классе учитесь? Нет. Нет, в разных. Это радует. Хорошо. Просто физика. Так называется процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое. Прошу, Ира. Плавление. Плавление, прекрасно. Это особое состояние пространства связано с любым магнитом. Даша. Может, магнитное поле? Магнитное поле, конечно же. Для отличницы по физике, то вы очень неуверенно отвечаете. Играем. Количество теплоты, выделяющейся в проводнике, пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока. Это закон кого? Даша. Даша. Джо Лиленцо. Потрясающе. В каком классе вы это учили, Даша? В восьмом. В восьмом. Ну да. За два года не мудрено забыть. Играем. В однородной среде свет распространяется так. Как? Весните. Ну как он? Вот так. Оп. И пошел. Никто не снил. Ребята, ну мы же без минусов играем. Прямолинейно распространяется. Ну а если там какая-то неоднородная среда, он может так петлять. Играем. Изображение предмета там является мнимым. Где? Фальстарт у вас, Даша. С этим очень строго следит наш электронный судья. Может, Вера? За линзой. За линзой. Нет, за линзой там изображение искажено. А вот мнимым изображение является в зеркале. Так что каждый раз, когда вы смотрите и с собой недовольны, вспомните, что изображение мнимое. Верьте в себя и идите спокойно туда, куда вы шли. Итак, 40-15 в пользу синих. Следующий бой. Играем. Вперед. Города и страны. Пришел черед этого боя. Пришел черед этой темы. Ну кто у нас попутешествовал по городам и странам, Даниил? Путешествовал у нас Ваня. Ваня попутешествовал. Это второй и последний выходовок к стойке. У Веры? У нас Варвара. Итак, Иван против Варвары. Это будет нелегкий бой. Вперед. Ваня! 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 Ваня у нас 71-й гимназист, а Варвара ученица 61-й школы. Начнем. Урби от Орби. Городу и миру. Произносят кардиналы, возводя его на престол. Иван? Короля Франции. Короля Франции. Интересно, кардиналы. Прошу вас, Варвара. Короля Италии. Нет, кардиналы. Папу Римского. Урби от Орби. Городу и миру. Теперь вы это знаете. Играем дальше. Этот город – малая родина небесной покровительницы Беларуси. Ну кто у нас? Прошу. Полоцк. Полоцкий в России не Полоцкая, конечно же. Варвара, вы же знали. Атакуйте, не бойтесь. Это африканская страна, единственная, которая относится к числу развитых стран. Но остальные так не очень. ЮАР. Южно-африканская республика. ЮАР. Браво. На языке аборигенов название этой столицы означает «место встреч». Что же столица такая? Иван. Мельбурн. Мельбурн. Нет, ну какие же там аборигены? Там высокоразвестная была цивилизация. А вот на том континенте были аборигены. Варвара, может, вы ответите? Рим. Нет, ну что вы, Рим, какие там аборигены? Там итальянцы. А это столица целого континента, столица Австралии. Канберра. Да, это место встречи. Теперь вы это знаете. Играем. Так называют многомиллионный город, который образовался слиянием с окрестными населенными пунктами. Да. Агломерация. Агломерация. Это очень круто. Но город называется по-другому. Миллионник, да. Китай. Город называется Мегаполис. Теперь вы это знаете. Не думал, что географическая тема станет таким камнем преткновения. А вот, но тем не менее 45-20. Синий впереди. Следующий бой. Вперед играем. Новое время. Новое время. Историки нам нужны. Данил. Ну, из истории что-то помню я. Что-то из истории. Это хорошо. Вера. У нас что-то знает Максим. Итак, 19-я школа Данил, 71-я гимназия. Максим, как-то он сегодня мрачный. Не, уже не мрачный. Хорошо, играем. Новое время. Этот век историки называют началом нового времени. Прошу вас, Максим. Этот век у нас... Да. 20-й. Понятно. Данил. 16-й. 16-й. 20-й. Новейшее время, Максим. Теперь вы это знаете. 16-й век. Вы правы, Данил. Играем. В самом начале 16-го века этот испанский подданный начал свое великое путешествие. Данил. 3. Фернан Магеллан. Да, но не закончил его. Вернулся Себастьян Эль Кано. Кругосветное путешествие. Вы правы, Магеллан. Отлично. В 1543 году этот Торуньский канонник выпустил труд под названием «Об обращении небесных сфер». Прошу. Николай Коперник. Николай Коперник. Отлично. Играем. Он доказал, что, собственно, Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, как считали раньше. Мартин Лютер, великий реформатор, утверждал, что спасение дарует человеку Бог. А она тут совершенно ни при чем. Данил. Церковь. Да, и это правильный ответ. Интересно, удастся ли Максиму хотя бы раз дать ответ. Этот заокеанский овощ приказывал сажать своим подданным прусский король Фридрих. Прошу, Данил. Картофель. Картофель, чертова яблока не звали. Абсолютный результат. 25 очков. Итак, 70-20. В пользу сидних играем. Вперед. Следующий бой «Сказки и сказочники». Кого выпускает Данил? Пойдет Катя. Катя. А Вера отправляет бой? Дашу. Итак, Екатерина против Дарьи. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Катя Рыжевич, 69-я школа. Даша Цуканова, 56-я гимназия имени Вишневского. Итак, поехали. «Сказки и сказочники». Для своего сына Алан Александр Милн придумал этого героя. Карлсон. Катя. Три, две, одна. Ребята, Винни-Пух. Милн – это Винни-Пух и все-все-все. Продолжаем. А этот герой технического века, можно сказать, сын Астрид Линкрен. Карлсон. А вот теперь Карлсон. Хорошо. Даша, я вас прошу на остальные ответы, ответы не Карлсон. На остальные вопросы, ответы не Карлсон. Так что, если вы решите сказать еще три раза Карлсон, это будет неправильно. Играем. Она, спасая себе жизнь, рассказывала мужу сказки почти три года. «Тысячу и одна ночь» рассказывала. Да, Даша. Шахерезада. Отлично, да, Шахерезада. Прекрасно. И успела родить двух сыновей за это время. Играем. Этого сказочника для взрослых весьма обстоятельно в наши дни экранизирует Питер Джексон. Что ж сказочник такой? И режиссер Джексон в Новой Зеландии снимает фильмы-то по его книгам. Спасибо. Ну? Может быть, Стивен Кинг? Нет, не Стивен Кинг. Спасибо, Катя. Даша, будете отвечать? Нет. Ребят, про Хоббитов, Фродо, Кольцо Всевластия. Толкина, Толкина он экранизирует. Отсюда все фэнтезы, собственно, и пошли. Играем. И последний вопрос. Эту книжку Носова о Незнайке считают хорошим учебником по рыночной экономике. Где же там был Незнайка в этой книжке? Да. В Солнечном городе. Скажешь, там рыночная экономика, там у нас сплошной коммунизм. Может, Катя Рыжевич догадается? Да. На Луне. Незнайка на Луне. Браво! Великолепный ответ. 75-30 в пользу Сидик. Следующий бой. Следующая игра. Ну, наша передача выходит в эфир, как раз, когда вступает в свои права знак Стрельца. Так что тест-игра у нас тема Стрельца. Наше скоростное централизованное тестирование. Вопрос, три варианта ответа. Кнопка, 10 баллов за правильный ответ. Даниил, я вам все правила рассказал. Теперь расскажите вы мне, кто у вас лучше всех тесты решает. Лучше всех решает тесты у нас Даша. Даша Романовская. У Веры Дубининой. Тоже Даша. Тоже Даша, но не Романовская. Итак, Даша против Даши. Вперед! Прекрасно. Итак, внимание. Стрелец. Изначально, Даши, славянское слово «стрелец» означало А. Лучника, Б. Охотника и С. Солдата. Даша. А. Лучник. Браво! Плюс 10 очков. Конечно же. Во время бунта 1698 года стрельцы выступали на стороне. А. Петра Великого. Б. Царевны Софьи. И С. Польских захватчиков. Даша. Б. Б. Царевны Софьи. Плюс 10. Великолепно играет Даша. Знак зодиака «Стрелец» с давних времен принято изображать в виде. А. Кентавра. Б. Всадника. И С. Снайпера. Даша. А. Кентавр. Плюс еще 10 очков. Великолепно. Радиоисточник «Стрелец А» в центре галактики. Это А. Сверхплотная туманность. Б. Сверхновая звезда. С. Сверхмассивная черная дыра. Даша. А. А. Нет, не «Сверхплотная туманность». Вы ошиблись. Даша. Б. Б. Сверхновая звезда. Супермассив Блэк Хоул. Сверхмассивная черная дыра находится в центре нашей галактики. Никому. И заканчиваем. «Стрельца» из стихотворной пьесы Леонида Филатова. Звали. А. Федор. Б. Феофил. И С. Федот. Даша. А. Федор. Да ничего подобного. Даша. Б. Б. Феофил. Про Федота-стрельца удалого молодца. Почитайте. Посмеетесь. Неужели не знаете? Итак, Даша Цуканова приблизила свою команду к лидеру 75-60. 60 – это у красных. Но впереди самая дорогая. Слайд-игра. Вперед играем. Слайд-игра. Игра с картинками. Даниил, кого вы отправляете угадывать буковки? Картинки и буковки у нас угадывает Миша. Миша. Хорошо. Верочка. А у нас Настя. Настя. Итак, Михаил против Насти. Вперед. Настя. 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 Оба гимназисты. Только Миша из 56-й. Настя Гудович из Иринской. Ну что ж, сжать ничего не нужно. Лидер пока у нас синяя. Начнем. И начнем мы. Ну, обычно мы начинаем с буквы А. Заканчиваем буквой К. Ну, а теперь мы с буквы К будем начинать. Сейчас моей волшебной указкой я трону экран. Итак, поехали. Буква К. Кук. Кок. Вот, да, человек настолько занервничал, что по-английски ответил сначала. Прекрасно. 15 очков заработал Михаил Каламанчик. А, Настенька, ваше время. Это липа. Липа. Великолепно. Прекрасно. Очень полезно, кстати, от простуды. Лучше всяких иммуномодуляторов. Михаил. Тишина, тишина, тишина в зале. Нужно догадаться, о чем идет речь. Мель. Великолепно, мель. Вот так на мели соседи откровли. Прошу вас, Настя. Нить накаливания. Отлично, не успел я повернуться к Михаилову. И Настя тут же блестяще ответила. Михаил, прошу. Облака. Да нет, не облака. Это было бы слишком просто для вас. Ну? Это Озон. О3. Заметьте, еще раз. О3. Формула в облаках. Браво, это Озон. Великолепно, Настя. 10 очков на подборе. Настя, играем с вами. Тишина. Вот тут, уже без всяких подсказок. Три, две, одна. Не. Миша. Порт. Порт, да, это порты компьютерные. Великолепно. 10 на подборе. Отомстил Настасье. Поехали. Миша с вами. Репа. Репа. Посадил дед. Вот какая она репка-то. Выросла большая, прибольшая. Отлично. Настя с вами. А да, это икона великого Андрея Рублева. Короткое слово, ее название. Три. Тишина. Святой. Святой. Миша, может вы знаете? Нет. Это спас. Теперь вы это знаете. Прекрасно. Прекрасно. Да. Трюк. Трюк или трюкач. Отлично. Да. Вот трюк показывает мужик на молодцы. Прекрасно. Настенька, с вами. Это урна. Для чего? Для бюллетеней. 145-115. Ну это просто не разрыв перед нашей риск-игрой. 145-синяя, 115-красная. Отлично сыграл Михаил. Прекрасно сыграла Настя. Вперед, риск-игра. Играем. И как я понял, прозревая сердца и мысли, у нас будет капитанский финал, капитанская риск-игра. Даниил Галушка выйдет против Веры Дубининой. Даниил, я ошибся? Ну, по крайней мере, выхожу я. Хорошо. За Веру. Вера, вы выходите. Абсолютно правы. Даниил против Веры. Вперед. Прекрасно. Риск-игра. Правильный ответ. Плюс 20. Неправильный. Минус 20. Единственная игра, где у нас штраф. Первая тема у нас была «Знают все». Попробуем. Именно это украл у богов для людей Прометей. Даниил. Огонь. Огонь. 20. 165-115. Вера, я верю в вас. Просто физика. В этот цвет окрашен северный полюс магнита из кабинета физики. Вера. Синий. Отлично. 165-135. Играем. Города и страны. Амундсен-Скотт – это целый научный городок в глубине этого континента. Континента. Данил. Антарктида. И это правильный ответ. Да. Станция названа именами тех людей, которые первые побывали на полюсе. 185-135. Играем. Король Людовик 14-й, можно сказать, был тезкой этого небесного объекта. Старт. Боже ж ты мой. Король солнца. Людовик 14-й, король солнца. Он же сказал, государство – это я. Играем. И заканчивая сказки и сказочники, Александр Волков пересказал первую из книг Фрэнка Баума об этом городе. Что ж за город? Изумрудный. Мы в город Изумрудный пришли дорогой трудной. Да, трудная была дорога, но эту дорогу до конца в полном составе прошла команда синих. Данил, ребята, вы в финале. Поздравляю. Итак, сувениры телерадиокомпании «Гомель» в замечательной команде Даниила Галушка, команде «Синих». Ну, в «Синих» этих же шарфиках, они, а может, в каких-то других прикидах, они встретят наш новогодний финал. Встретятся они с командой Лизы Петрушенко. Лиза присутствует в зале, внимательно наблюдает за игрой будущих соперников и делает себе какие-то пометки, как она будет сражаться в новогоднем финале. Как это будет, вы увидите очень и очень скоро, когда в этой студии вырастут новогодние елки, украсится все мишурой, шариками. Вместо указки у ведущего, наверное, будет Дед Морозовский посох, будет море подарков. Ну, посмотрите, посмотрите и порадуйтесь вместе с нами. Итак, ждем финала, но самое главное, чуть не забыл, смотрим пятерку. Получаем десятки, играем! АПЛОЗОВ Редактор субтитров А.Семкин